В этом видео я сделаю гайд на первого попавшегося мне призрака в фосмофобии, дай мне знак. Сейчас я нахожу все три улики, определяю тип призрака, первая улика призрачный огонек, отлично. Я постараюсь как можно быстрее этим всем заниматься, так, призрак у нас здесь был, сейчас я быстренько сгоняю за всеми остальными вещами, потому что он очень активный, мне это нравится, быстренько мы определим его, я надеюсь, очень сильно. И, в общем-то, после того, как я определю призрака, я должен буду показать все его способности, скрытые способности, не скрытые, короче, показать, в общем-то, все, на что он способен, ага, окей, это у нас радиоприемник, Андрея Каймара, хорошо, достаточно-таки интересная, интересная ситуация, окей, ушки, давай, дай мне, дай мне знак, дай мне знак, ага, МП-5 у нас нету, но, впрочем-то, не факт, что это будет МП-5, подожди, МП-5 это вообще быть не может, поэтому смысла нет, сейчас искать нам МП-5, можно включить, в общем-то, свет везде, и, как бы, да, он выключил свет, это значит, что это не Джин, но мы, в принципе, и так уже знаем, то, что это не Джин, дай мне знак, покажи себя, может быть, сейчас это Мара, которая запишет в блокнот, может быть, я Кай, который покажет лазерный проектор, но пока что я лазерного проектора не видел, может, это мимик, с другой стороны, будет тогда не очень прикольно, если это будет, если это окажется в итоге мимик, потому что мимик у нас уже был, и мне придется переделывать все так, одну секундочку, он потрогал дверь, отпечатков не оставил, значит, скорее всего, это не мимик, значит, скорее всего, это самое, что ни на есть, настоящий, кто, анрю, ну-ка, давай посмотрим температурку, мне нужна температура, либо минусовая, либо, соответственно, лазерный проектор, и это будет ЯКай, либо это будут записи в блокноте, это будет Мара, впрочем-то, ни одного, лазерный проектор, это ЯКай, ага, вот так вот, знаете, Угу, ЯКай, ЯКай достаточно-таки интересный призрак, давайте, в общем, начнем с того, о чем здесь написано, в общем, вы можете сейчас просто все это сами прочитать, я не буду читать вам вслух, но, грубо говоря, его особенностью является только то, что он может начать раннюю охоту аж с 80% рассудка, то есть вот-вот, но для этого должно быть соблюдено одно условие, вы должны быть рядом с ним и разговаривать, разговаривать в микрофон, то есть зажимать кнопку В, либо что у вас там стоит в настройках управления, вот здесь вот нажмите, чтобы говорить, либо говорить по рации, вот эту вот кнопку должны нажимать, ну и, соответственно, он больше еще агрится, если вы в радиоприемник пытаетесь с ним говорить, вот, давайте я переключу сейчас для удобства с текста на воск, систему распознавания речи, то есть чтобы я мог ходить и просто по кнопке именно говорить, говорить речью, чтобы игра меня, мою речь именно распознавала, и так вот у меня уже 80% рассудка, ладно, радиоприемник у меня там есть, давайте я возьму благовоние и фонарик, и давайте сейчас попытаюсь заставить его начать раннюю охоту, и так, я скину здесь фонарик для удобства, потому что, скорее всего, мне придется бежать, если это получится, дай мне знак, покажи себя, ты старый, ты молодой, сколько тебе лет, дай мне знак, покажи себя, ты старый, ты молодой, сколько тебе лет, дай мне знак, покажи себя, ты старый, ты молодой, сколько тебе лет, дай мне знак, покажи... Пожалуйста, началась охота, вот она охота, собственно, как вы видите, призрак идет, Давай, иди сюда, иди сюда И его слабость заключается тоже в том, что, ну, связано с речью игрока Либо же с, в общем-то, так, я боюсь очень сильно подходить к нему Так, вот он, смотрите Если от него, например, мансить вот здесь, вокруг машины А, ну, то есть, ты видишь сейчас, ты слышишь прекрасно, что он ушел аж туда Хотя у меня фонарик включен Вот я его буду звать сейчас Иди сюда, иди ко мне, иди сюда Дружочек, дорогой пирожочек В общем, его слабость заключается в том, что он глупенький Что он не слышит тебя и не знает, где ты То есть, у него радиус намного меньше восприятия электроники и всего остального Нежели у других призраков Давайте сейчас для удобства также я перепокажу вам еще раз, сколько у меня рассудок Вот, в общем-то, рассудок В общем, вот мой рассудок Он сейчас находится на 70%, то есть 76-75 где-то, грубо говоря, в среднем процентах И единственный призрак, по сути, который может так начать охоту, это демон Да, то есть нормальным способом Либо Тае, либо Райдю Но это в случае, если Тае там молодой, Райдю рядом электроника, соответственно Ну и вот Йокай, пожалуйста, начал охоту Сейчас из-за того, что мы рядом с ним говорили Так, обычным способом, естественным путем Он может начать охоту только с 50% рассудка То есть, как и все обычные призраки Если вы не будете рядом много с ним разговаривать Ну и давайте я заезжаю в зеркало, чтобы более наглядно показать сейчас Его слабость во время охоты Потому что во время охоты он, как я и сказал, тупой Это не значит, что он вообще не улавливает электронику Если вот, допустим, он будет ходить вот здесь И вы, к примеру, подойдете вплотную к этой стене И будете с включенным фонариком Он уловит У него просто радиус гораздо меньше, чем у других призраков Или, например, если взять того же Райдю У которого, да, там, радиус Того, где у него лагает электроника Увеличен в два раза То у Йокая он не уменьшен в два раза Он уменьшен раза в три где-то То есть гораздо меньше Цифры я вам не назову, но гораздо меньше Не просто в два раза То есть у вас начинает лагать фонарик Он, грубо говоря, вы можете постоянно сидеть Главное, к стенам близко не подходить Потому что если просто близко подойдете к стене И он прямо за этой стеной будет То он вас уловит То есть если вы, в принципе, вот где-то здесь в комнате То, впрочем-то, он вас не уловит Ну и как сделать прям полноценный тест на Йокая Тоже, потому что много раз можно его перепутать И, кстати говоря, тоже полезный совет Я считаю, один раз я его перепутал с Банши Учтите, что если вы играете вдвоем И у вас, возможно, Банши Потому что Банши у нас, возможно, в случае, если это Призрачный Огонек и Лазерный Проектор Если у вас две, допустим, такие улики, вы играете на Кошмаре То, возможно, Банши Если вы вдвоем в доме, то, может быть, призрак не идет к вам Потому что это Банши И ваш друг, его цель, как бы, да Который прячется где-нибудь в шкафчике Вот Я так один раз перепутал, поэтому будьте бдительны В остальном же, ну, естественно, его может скопировать Мимик Но с остальными призраками его перепутать Ну, практически невозможно И, в общем, как сделать такой прям нормально полноценный тест? На самом деле, кажется, что это достаточно страшно Но, ну, то есть, когда первое время начинаешь играть Что, типа, какой нафиг тест на Якаи? Вы что, с ума сошли? То есть, типа, что за дурацкий тест? Я должен его звать-звать А если это окажется не Якаи, то я погибаю Ну, и рассчитывать на то, что это Якаи На самом деле все гораздо проще Во-первых, ну, естественно, имейте при себе благовоние, да На всякий случай, вот Потому что в таком случае вы хоть даже в тупике можете находиться К какому-нибудь, да Призвать этого призрака Он к вам придет Вы такие, окей, не Якаи Хорошо, знаете Вот, заблаговоняли, убежали Ну, либо же Либо же, как я зачастую делаю Вот, по крайней мере, на Тенглвуде Либо на других любых картах Где можно мансить где-нибудь от призрака Я, смотрите, начинаю охоту Начинаю охоту Можно, пожалуйста, да Сейчас, одну секундочку Одну секундочку Подождем, пока зеркальце сломается Вот Я начинаю охоту И с включенным фонариком Просто зову его сюда Иди сюда, иди ко мне И начинаю убегать от него вокруг машины И, в общем-то, если он, как вот сейчас, разворачивается И, слышите, да Он на кухне ходит Если он развернулся и ушел прямо на кухню Вот, он обратно сюда пришел Он обходит машину слева Хотя, любой другой призрак бы уловил мой фонарик И обошел бы машину с этой стороны Если вы замечаете вот такое странное поведение призрака С включенным фонариком Когда мансите Что он идет не ровно за вами По вашим же стопам, да А как-то не пойми, как Дэвлбэк постоянно делает, да То есть, как Как обычно призраки ведут себя все Когда у вас выключен фонарик То, в общем-то, можно сказать, что это екаль Вот Давайте сейчас еще раз попробовать Сейчас он увидел прямо, что я забежал за машину Вот я маншу-маншу от него И смотрите, сейчас он возвращается Ну, сейчас Да Ну, в общем-то, он несколько раз сделал дэвлбэк То есть, он вот до сюда дошел И вместо того, чтобы пойти дальше за мной Где, как бы, ну, у него есть информация Потому что у меня здесь фонарик включен Он вместо этого вот здесь вот взял Развернулся Пошел сюда Потом еще раз развернулся Пошел сюда Вот Ну, и как бы Когда вы умеете мансить более-менее, да То есть Если бы я слишком быстро облегал машину Да Так как не нужно делать Потому что призрак очень легко может дэвлбэк сделать А у вас спринт закончится И вам назад придется бежать А вы просто не сможете То есть я сейчас мансил нормально Это можно, естественно, ошибиться немного Если вы слишком быстро оббегаете машину Потому что Ну, в таком случае Игра посчитает Призрак посчитает Что с другой стороны Вам обходить эту машину Как бы Ему, точнее, короче Нежели вот С той стороны С которой он ее изначально обходил Но Вот в данном случае Пожалуйста Сейчас Я надеюсь, что он Вот Пожалуйста У меня все это время Был включен фонарик И он просто взял и ушел Все это время Был включен фонарик Ну, и в остальном В принципе Этот призрак Имеет обычную скорость Ускоряется так же Как и все другие призраки С исключением Тае и Ханту Вот Ну, и как бы То есть просто ускоряется, да И Ну Все В принципе В остальном У него абсолютно Такие же Такое же поведение Как и у других Нормальных призраков То есть Он не выключает чаще свет Он не выключает чаще электричество В доме Он не активирует чаще Там всякие Может быть Не знаю Кому-то кажется Что он вот это радио К примеру Может чаще активировать Или там Что он Не знаю Короче Обычное абсолютно поведение Во всем остальном У него нет никаких преимуществ То есть Вот это вот Единственное его Отличие Ну, и впрочем То Как бы все На этом Опять-таки Радиоприемник Призрачный огонек Лазерный проектор Ну, собственно Поехали Посмотрим Может быть Мало ли А вдруг А что если ошибся А что если ошибся Да, ну Благовоние на него Так же действует Как и на других То есть Полторы минуты Без охот Без охот И соответственно На 6 секунд Вроде бы Обезвреживает Во время охоты Вот Ну и распятие Тоже на него Абсолютно так же Влияет Как на других Призраков Вот, пожалуйста Якай Сводка игры Давайте посмотрим Он, наверное Один раз Секретную способность Завязал А, нет Он ноль раз Ну, потому что Впрочем Это, наверное Не считается За его способность Какую-то, да То есть У него Вероятно Их и Нету Как бы Вот этих вот Скрытых способностей То есть Вот это вот В общем Вот такой вот призрак Спасибо всем за просмотр Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Пишите комментарии Счастья, здоровья, любви, удачи, денег Всем пока